всем привет с украины знаете мои хорошие вчера у меня видео не вышло и так было приятно что пишут танюш у тебя все в порядке да спасибо все в порядке просто такие тяжелые ночи я уже сбилась со счета сколько ночей подряд может быть 5 примерно так у нас тревоги то с двух часов ночи до шести утра это не сплю это понятно то с трех часов ночи с пол четвертого и одна сирена вообще шесть часов было вечера так жутко разболелась голова что ничего делать не могла но пошла за хлебом хлеб нужно было купить и заодно поснимала что у нас в магазине ну так знаете чисто так прошлась я ходила в варус должна то ли я так то ли у меня так совпадается то ли действительно как-то так у меня сложилось мнение что в варусе сейчас самое больше выбор продуктов и побольше как бы так потому что заходя в сельпо вижу ну как-то так полупустые полочки есть и заходила в т.п. тоже то ли я так попала тоже я не знаю но на момент моего нахождения в магазине в т.п. как-то так было пусто-пусто ну не пусто муку выставляли сахар когда я ушла может быть и макароны начали выставлять я этого не знаю но это все показывала своих видео а в варус как не зайдешь что в принципе как там больше как-то выбор больше продуктов но меня мариша просила посмотреть если овсянка овсянку я в варусе тоже не увидела поэтому так пробежалась вам решила показать то что вот вчера я магазине поснимала и как-то до пришла к выводу что все-таки в варусе как-то побольше побольше будет продуктов не знаю чем это связано ну все ж таки сегодня у нас ночь была на удивление спокойная могла бы быть вот сейчас немножко расскажу в чем суть им когда вот ночные тревоги ты сидишь один там допустим да в коридоре в своем убежище и мы с девчонками создали чат ну вот в жизни с кем общаемся тут соседки подружки и так далее и мы в чате начинаем переписываться там чтобы скучно не было и там шутить начинаем ну знаете страшно грустно новому шутки все-таки у нас позитив какой-то у нас таки есть и там девчонки пишут что ночью сидим и уже знаете ну ночь есть ночь и особенно после трех часов ночи тебя уже просто вырубает но идет булл сирены и ну как-то стремно пойти лишь спать и такое состояние а девчонки пишут где-то видели в интернете такую фразу что после войны когда нужно будет заполнять нам резюме мы будем писать не выезжала с украины это будет говорить такой аргумент да а другая пишет о а я нашла такую говорит тоже фразу в интернете а можно чтобы наши хакеры соединились и когда вот в украине звучит сирена ночью чтобы она и в россии звучало чтобы понимали как нам тут ртн каждому свою поэтому такие вот шутки у нас есть девчонками списываемся и вы знаете за сколько ночей сколько пять шесть ночей не буду врать не помню уже со счету сбились сегодня ночью просыпаюсь сирены нет я раз так в телефон в смысле сирены нет ладно окно приоткрыла на проветривание думаю может быть и что-то с интернетом открываю окно на проветривание звук не идет но чтобы звук с улицы услышать когда в чате девчонки напишут это у меня не пришла смс или сирены нет это девочки вы говорю вы как те сирены р давайте спать нет сирены они то не точно нет сирены подумали она точно нет сирены влюда точно нет сирены девочки вы хуже чем сирена давайте спать и смех и грех вот поэтому поэтому как-то вот вот так у нас все живы все здоровы не слава богу единственное что знаете вот хочу ответить на один комментарий человека хорошего я почему-то всегда думаю что все люди хорошие ну война показала кто из кто поэтому вот вот это вот выражение люди проверенные войну это четко сейчас выражение и вот у меня было прошлое видео она 6 минут в котором я говорила о чем молчат в украине и я говорила что я город показывать и не буду по понятным причинам и мне виктор пишет тань а когда вы покажете город меня просьба либо вы смотрите полностью видео не перематывая либо не задавайте таких вопросов я в прошлом видео объяснила когда я начну показывать город это будет после войны и почему я сейчас не показываю я ответила в этом видео ну то есть иногда такие глупые вопросы бывают задают что да у нас все таки вот нервы немножко натянуты понятно мы все люди а как же но в то же время мы и шутим мы надеемся на лучшее и ну как когда такие вопросы часто задают знаете как то немножко это все не то что то не то что то не то но так в принципе живем все в порядке и еще у меня есть просьба к людям которые начинают писать таня начни видеть правду начни слышать правду вам не кисло об этом спрашивать серьезно я же говорила что у меня канал который просто будни домохозяйки домашний уют и я безумно скучаю по тем видео ну просто что ты сейчас будешь показывать готовить я особо не готовлю что там перехомячила как бы все ну пока нет сирены быстро по пылесосила пыль повытиралась не буду с камерой тоже бегать это делать и это уже не так часто когда-то вот сам дома ты это не часто делаешь по сути дела вот о чем ты говоришь о том как ты живешь вот вот я сейчас так живу если ночью сирена то ночью сирена если низко летит самолет и тебя так бросает в дрожь что благодаря тому что я сижу в этом коридоре я одеваю на себя пуховик и все равно дрожу вот бывает такой момент когда самолет летит низко я же не знаю наш не наш что там как там что сейчас в эту секунду произойдет как я могу думать об уюте и говори там давайте как-то друг дружку будем понимать и да я показываю свою жизнь никакую не политику и не надо мне говорить то не очнись от чего а того что я жила спокойно жила никому ничего плохого не делала но их поддерживала но и говорили что какой позитивный человек но пришла война что я могу сделать и тех кого я поддерживала и действительно много времени нереально много своего времени отдавала этим людям они сейчас меня хаят ну за что таня вот этот самый глупый вопрос который вот ну просто кисло на него отвечать это когда пишут открой глаза кто вас бомбит это ваши вас и бомбят то есть на секундочку начать по вашей логике русские тут военные пришли мы тут сами себя херячим стонем а русские военные тут птичек лоя с каких-то лабораторий но это вообще где логика и думайте пожалуйста если вам перекрывают все соцсети альтернативные источники информации подумайте кто врет и не надо мне писать то не прозреет аня ты шумная женщина научись видеть правду научись слышать правду к нахрен правда я живу в этом мире я вижу это все у меня вообще далеко было от политики и те кто давно меня смотрит и всегда говорила о том что у меня не политический канал но если сейчас эта политика настолько перемешалась с этим что нам делать поэтому вот как то так как то так поэтому решила такое короткое видео записать вам сказать о том что у меня все хорошо как у вас делишки пишите пожалуйста и просто я предупреждаю для тех кто будет писать прозре еще что-то я эти комментарии буду удалять но я желаю вам чтобы вы прозрели чтобы вы увидели правду потому что нельзя два года считать меня умным человеком и в один день и писать что я чего-то не вижу я все прекрасно вижу я все прекрасно понимаю я как смотрю российское телевидение я сопоставляю с украинским я сопоставляю со своей жизнью и я делаю выводы и мои выводы я говорю об этом в каждом видео и и говорят вот обходи эти острые углы нужно как-то какие острые углы если мне ночью страшно и что буду говорить ой девочки я так не выспалась ну в своем у меня когда вы такое мне советуете обходи острые углы я говорю правду и моя позиция не будет меняться но я знаю точно что когда это все закончится все будет хорошо и будет хорошо в нашу сторону и начнется что-то очень очень хорошее я в этом уверена потому что по-другому быть просто не может все мои хорошие я вам желаю мирного неба над головой спокойных ночей и чтобы у всех ваши родные и близкие были живы и здоровы а со всем остальным мы потихоньку то и разберемся